Детский сад Рычеек Бородино В Железногорске прошел первый этап чемпионата гонок на льду. Показать виртуозные навыки вождения решили больше 60 водителей. Исполняющий обязанности командира взвода отдельной роты ДПС ГИБДД Ачинска Максим Золотников вместе со своим напарником отправляется в первое скрытое патрулирование. Автомобиль ничем примечательным внешне не отличается от обычной машины. Вся суть внутри. Специальная аппаратура позволяет инспекторам фиксировать все нарушения правил дорожного движения. Суть скрытого патрулирования заключается в том, что задействованы три патрульных автомобиля, один из которых гражданского исполнения, в котором находятся инспекторы ДПС и осуществляют профилактику правил дорожного движения. Если кто-либо из участников нарушает какой-либо пункт правил дорожного движения, данное нарушение фиксируется и передается переди стоящему и работающему в стационарном режиме патрулю, который транспортное средство останавливает и водителя, соответственно, привлекает к административной ответственности. В России скрытое патрулирование было введено две недели назад. Экономическую составляющую такого несения службы подсчитают в ближайшее время. Пока можно сказать одно – водителей, желающих нарушить правила, много. А значит, и такая форма патрулирования будет существовать долго. Я считаю, что данная мера эффективна, потому что не все водители добросовестно соблюдают правила дорожного движения, а в связи с тем, что автомобиль гражданского исполнения водители не видят, что наблюдают за дорожным движением инспектора ДПС. И очень удивляются, когда их останавливает патрульный автомобиль и когда предъявляют им фотофиксацию либо видеофиксацию нарушений правил дорожного движения, которые водитель совершил за 2-3 километра до непосредственного места остановки. В основном такое патрулирование происходит на федеральных трассах М53 Байкал, направление Красноярс-Назаровское направление. Кроме того, осуществляем контроль и также и в городе на пешеходных переходах проезд на заключающий сигнал шотофора. Все основные те, которые фиксируются. За время работы съемочной группы автомобиль скрытого патрулирования зафиксировал ряд нарушений правил дорожного движения. Система работает безупречно. Эффект виден сразу. С сегодняшнего дня на обслуживаемой территории Межмуниципального отдела МДР Ачинский начал работу такой скрытый патруль. В настоящее время он пока один, но планируется, что будет не менее трех таких патрулей работать, как на федеральных трассах, так и на территории города. Хочется отметить, что машины гражданского исполнения постоянно будут меняться, поэтому не стоит запоминать номера, либо еще что-то, какие-то внешние обозначения, либо постоянно меняться. Гражданам хотелось бы призывать к культуре вождения, чтобы они не нарушали правила дорожного движения, потому что за ними следят не только инспекторы ГИБДД на служебных машинах, но теперь и скрытый патруль работает. 33. Значит, двигаюсь за автомобилем, который привысил скоростной режим. Автомобиль иностранного производства, светлого цвета, предположительно, Ниссан. Распознать такую машину в потоке транспортных средств сложно, а порой и невозможно. Поэтому не пытайтесь присматриваться к автомобилям, а лучше обратите внимание на дорогу. Она сейчас требует особой осторожности. А еще попросту не нарушайте правил. Берегите себя. В Девногорске 18 народных дружинников получили удостоверение. С этого момента эти молодые люди могут официально следить за порядком в городе и помогать полицейским. Мы понимаем прекрасно, что без наличия удостоверений наши дружинники официально не могли патрулировать улицы. На сегодняшний день этот пробел нивелировал. Народная дружина в Девногорске существует уже давно. Правда, официально этот статус они обрели лишь год назад. На сегодняшний день добровольческая народная дружина уже насчитывает 18 человек. Среди них сотрудники и студенты Девногорского лесхозтехникума. Ну вот подготовили комнату. Хотим создать здесь опорный пункт хороший. Хотим подвезти сюда все информационные сети с видеонаблюдения. Организовать дежурство по территории техникума и по общежитиям. Эти ребята и девушки проходят обязательную подготовку в полиции. Сотрудники МВД учат парней и девушек основам самообороны, борьбы, а также всем основам российского законодательства. Это необходимое условие для дружинника. Они оказывают помощь нам в обеспечении охраны общественного порядка. Также оказывают помощь при розыске без вести пропавших и обеспечивают охрану общественного порядка при проведении мероприятий с массовым участием граждан. В резерве дружины еще 20 человек. Возможно, в будущем году они пополнят ряды народных борцов за правопорядок. Эти юные дошколята уже входят в Бородинское казачье войско. Особые детские группы казачат второй год работают в садике «Ручеек». На тематические занятия по истории казачества шестилетние подготовишки приходят в форме. Папахи, брюки с лампасами, расшитые рубахи у мальчиков, нарядные кофточки, юбки и платки у девочек. Костюмы им шьют мамы. Ребенку нравятся красивые наряды, красивые песни, традиции. Узнает что-то новое, рассказывает дома, рассказывает своим подружкам. Все-таки это история. Дети должны знать нашу историю. И все-таки это им интересно, познавательно. Почему нет? Они взрослеют, они умеют и знания дополнительные получают. На занятиях дошколят знакомят с жизнью и бытом, обычаями, традициями и фольклором казаков. Рассказывают об их отваге, трудолюбии. Учат уважительно относиться к женщине, почитать старших, заботиться о младших. В основном через примеры, через сравнения, через показания, что вот это так здорово, это так хорошо, что вот казаки, они такие смелые и сильные. Показываем примеры, какие-то иллюстрации, рассказываем какие-то истории, презентации очень много на эту тему. С жизнью казаков малыши знакомятся не только теоретически. Они играют в их игры, танцуют, разучивают песни. У моей России сильные косички, у моей России светлые реснички. Частый гость на тематических занятиях – настоятель Бородинского святосергиевского храма отец Владимир. Именно по его инициативе в ручейке и появились казачьи группы. Опыт их создания отец Владимир перенял из Ростовской области. Я заметил, если с детьми играют казаков, то у них как бы определена будущность их. То есть они знают, кто они есть. Они казаки – это национальная, духовная и патриотическая идея. Вот она важна для нашего сегодняшнего, для нашего государства. И определены цели. Человек знает, кто он есть. И знает свои ценности, что ему потом защищать и на кого походить, на кого равняться. Дошкалята, благодаря стараниям взрослым, уже поняли, почему на казаков нужно равняться и брать с них пример. Они добрые, защитники земли русской. Отважные, честные и благородные. Казачки, они бывают женами казаков, бывают в танцах участвуют. Они красивые, нарядные все в платьях, в юбках, в каких-то кофточках нарядных. Особенно ребятишки любят игровые мероприятия, куда обязательно приглашают своих мам и пап. Одной большой дружной семьей они творят в семейной гостиной, веселятся на казачьих посиделках, празднуют Пасху, провожают казаков в армию. Результаты реализации проекта, по словам воспитателей, превосходят даже самые смелые ожидания. Дети очень сближаются, раскрываются, проявляются даже какие-то артистические таланты у детей, которые были дети замкнуты, закрыты. Они свободны, когда одевают они этот наряд, они же вот в этой роли «я, я, ну я казачка» или «я казак». И они вот это чувство собственного достоинства. Нам очень нравится, как раскрываются дети. В Железногорске стартовал чемпионат по гонкам на льду. На городском озере, в районе Илковского пляжа, в умении держать машину на скользкой трассе, застязались больше шести десятков пилотов. С каждым годом у нас уровень повышается. Повышается не только уровень пилотирования людей, а именно повышается уровень подготовки. То есть люди покупают специально резину, покупают специально автомобили для этого дела. Готовят, ну прям борьба с каждым годом, все технологичнее, технологичнее. Тракт для гонок в этом году стал гораздо шире и протяженнее. Организаторы стремились сделать трассу, где можно будет задать несколько вариантов траектории прохождения. Участники замечают, на первый взгляд, ледяная поверхность кажется достаточно ровной, но расслабляться не стоит. Хотя они пологие круги, но все равно они таят себе, как бы не сказать. Подвох небольшой, особенно дальний круг, там немножко ручником и занос, и удержать главную машину. В первый этап чемпионата собрал 57 пилотов, среди них 49 участников из Железногорска, 8 из Красноярска. По традиции всех разделили на 6 классов в зависимости от типа резины и привода. Как говорят организаторы, некоторые классы особенно многочисленны и популярны среди гонщиков. Это самый такой бюджетный класс, это задний привод, это жигули обычные. То есть сейчас можно не сказать, что за 10-15 тысяч купить жигули, купить резину за такие же деньги и более-менее уже ездить. Поэтому люди покупают, я в том числе собрал себе такой автомобиль. По регламенту к соревнованиям допускаются гонщики с правами и документами на машину. Во время заезда водитель должен быть трезв и пристегнут. Разрешаются минимальные конструктивные изменения авто. Можно, к примеру, дополнить машину каркасом безопасности, снять пассажирские сидения для уменьшения веса. Кроме водителя, людей в машине быть не должно, но братьев меньших правила не распространяются. Штурман, ну, судьи ничего вроде бы не сказали, я спрашивал, узнавал за благовременно. Как зовут? Как ведет себя на гонке? Сами видите, погано. Внутри, не знаю, он сзади мне не мешает. Но он вот так вот не гавкает, когда ездит? Нет, на собак только так реагирует. Не боится, ничего? Тренировались тоже вместе? Конечно. В этом году впервые в рамках чемпионата провели массовый заезд для автомобилей с усиленным каркасом. Организаторы, говорят, возродили давнюю городскую традицию любительского автокросса. После всех соревновательных заездов шестеро участников стартовали одновременно и проехали семь кругов. Официально любительский массовый автокросс пройдет 23 февраля. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»